Всем добрый день! Сегодня еще одна семья стала счастливыми обладателем нового дома, абсолютно нового, и мы хотим немного показать вам этот дом изнутри. Итак, заходим. Дом абсолютно новый, только что построенный. Проходим. Так, здесь у нас туалетная комната. Многие комнаты еще закрыты, поэтому я не буду их... Там, предположительно, ванная и туалет. Шкафы, очень высокие потолки, кондиционеры. За дверями закрыто, все очень аккуратно. Кстати, бесшумные, почти не слышно. Итак, проходим дальше. Это уже у нас мастер-бедрум. Туалет-ванная. То есть, есть и ванная, есть душевая кабина, очень вместительная. Смотрите, какая большая шкаф для раковины. И шкаф для одежды. Тоже очень вместительная. Это просто еще одна комната. Из мастер-бедрума, то есть из хозяйской спальни, открывается роскошный вид на озеро. Здесь вот немножечко еще ремонтные работы идут, но пройдет еще немного времени, и здесь будет отличный вид. И, соответственно, выход на бэк-ярд. Далее. Далее. Еще две спальни. Очень даже просторно. Здесь очень много комнат. Но потом Алена нам подробно расскажет об этом доме, о его стоимости, о его содержании, о условиях покупки. Так, еще одна спальня детская. С обходом в ванную. Извиняюсь, не ванная, а... Да, ванная. Так, кухня. Мы сейчас начинаем шапанское распевать. Ты будешь с нами? Ну, а как же. Счастливый день. Здесь газ, да? Да, а у нас в квартире газ. У нас в квартире газ. А холодильника нет, да? Холодильник чайник купит. Можно тут в холодильник поставить. А вот, а что это значит? Две... Это тайная духовка. Они чем-то отличаются или это одинаковые? Это две духовки, как раз. Всем привет. Это две духовки, как раз. Очень удобно, когда делаешь там пирог, например, и запекаешь мясо. Ждешь гостей, например. Ждешь гостей, да. И микроволновка вот здесь отдельно сделана. Тоже очень, все очень. Все новенькое, все еще прям пахнет красочкой, свеженькое такое. Это у нас гранит. Гранит, да. Фартук сделан из... Кстати, красивый. Он что-то блестит там. Ну, это гранит. Натуральный камень, конечно же, да. Это все натуральное, поэтому там есть такой свой натуральный блеск. Фартук сделан из... Это называется плитка. Как бы... Subway Child. Это называется в метро очень часто. В Нью-Йоркском метро можно видеть такую плитку. И сейчас, так как это модно... Елочкой. Да, еще елочкой выложили. Да, сейчас очень модно этот сам Байтай расспользовать. Такая вот вытяжка. Итак, пройдемте дальше. Там, ну, наверное, островок снимут. Да, островок, посудомоечная машина. Раковина из двух секций. Все очень красиво. Очень много места. Очень просторный дом, да. Да, да. Очень красиво здесь. Ребята заказали полностью. То есть вот эта плитка, это то, что они заказывали. Это была под них сделана кухня. Под них было сделано, то есть стекло в окошечках, стекло в дверочках. И в артург, и тот пакет бытовой техники, который мы видим, это тоже все было сделано под заказ. То есть это не то, что предлагал застройщик с пакетом. То есть пришлось доплачивать. Да, да, да. Ребята доплачивали за это все. А если бы не эта плитка, то что? Здесь бы лежала обычная плитка, и ковролин бы лежал по всей остальной территории. Ну, ковролин есть в спальнях. Но ребята потом в будущем планируют поменять на деревянные планы. Да. Так, что тут еще у нас? Такой небольшой рабочий уголок сюда можно... Это все, что угодно можно поставить. Здесь у нас комната для стиральных и сушильных машин. Дверь. Гараж. Гараж очень просторный. На два автомобиля. И, в общем-то, парадный вход в дом. Из этой двери мы зашли. И шампанское. У нас будет тост. Зинь-зинь-зинь-зинь-зинь-зинь-зинь-зинь. Я буду гладить без ее наткнул музыку, чтобы кто-то по нас включить. А на радио уже гонач. Так, фотографии красивые. У нас прям фотосессия. Ну да, там будет все. Красиво, правда? Да. Это очень красиво все. Чтобы было здесь счастье. Да. Ура, 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 ура. Поздравляем. Спасибо. Да, ура. Да, все, чтобы было хорошо здесь. Хорошее. Хорошее желание. Самое вкусное. Хорошее, да. Хорошее шампанское, хороший дом, счастливые владельцы. Да. Ура. Представляете, вот только что подписали документы. Вот только вступили, и уже тост. Ну, по-моему, это самый счастливый момент, который может. быть, когда ты покупаешь дом. Так что всем желаем такого же момента. Все прошло легко? Ну, относительно да. Привычай. Да. Относительно да. Но мы как-нибудь расскажем. В общем. Сложности были, но они были решаемы, да? Да, мы их решили. Мы молодцы. Мы хорошая команда. Мы решили все. Так что всем желаем, чтобы сложности не было. Но если они есть, чтобы они решались. И у всех, чтобы был такой дом. Я думаю, что Галина все красиво сняла и показала. Вам, потому что дом действительно шикарный. Дом просторный. Мне очень нравится. Отлично. И вам хочется с Евгением рассказать историю. Как вообще все это началось. Как это все происходило. Потому что у них своя уникальная история. На самом деле она интересная. Как мы дошли до этого момента. И, наконец, мы уже стоим в их собственном доме. Да, о чем мы будем? Мы, кида, кто-то рады. Ну, у нас на самом деле история была очень необычная, очень интересная. Потому что у нас уже был свой риэлтор. И у нас уже был определенный дом, который мы очень хотели. Мы его искали. В итоге мы нашли абсолютно другой дом. Другой риэлтор. И абсолютно случайно мы встретили нам на парковке в Новом Нейбаркуде Алену, чему мы безумно рады. Мы с ней немножко поговорили. Как и казалось, это было не случайно. И немножко поговорили о домах и Нейбаркудах, о новом для нас в городе Винтергарден. Так как мы живем в Лейкмэй. Жили. И на этом мы расстались на самом... Да, немножко поболтали, поговорили, что они хотят купить здесь дом, построить дом. И мы как-то расстались. Что-то будет, будет. Алена, дайте нам знать. Да. И потом мы думали, думали, думали. Алена нам услышала несколько отличных вариантов домов. Мы захотели их посмотреть. В итоге оказалось, мы уже нашли модель в этом Нейбаркуде. Поменяли риэлтора. И застройщика. И застройщика. Потому что ребята уже были под контрактом с другим застройщиком. На другую абсолютно планировку дома. И мы уже внесли депозит. И без Алены нам бы навряд ли бы его вернули. В прошлое заснули. Короче, он не очень хотел нам этого возвращать. Да. Вот благодаря Алене у нас все получилось. И в итоге... Мы вернули депозит с того дома. Мы подписали контракт вот уже на этот дом. Потому что ребята именно хотели эту модель. Она им очень нравилась. Это планировка. Она соответствует полностью их желаниям, их семьи. То, что им важно было. Потому что здесь достаточно спален. Здесь есть офис, который необходим для Евгения, для его работы. Здесь есть комната медийная, из которой можно сделать свой домашний кинотеатр, например. Или хорошую игровую комнату. Все что угодно. Кухня. То есть расположение кухни. Расположение самого зала. Все очень здесь красиво. И плюс они получили красивый просто вид, который они очень хотели. Потому что иметь вид красивый в доме, это, конечно, значит очень много. Потому что ты с ней встаешь, просыпаешься. Встаешься и засыпаешься. Засыпаешь. Да. Это очень важно. Закатые расцветы. И у нас получился такой период в 8 где-то месяцев, почти 9. Строили этот дом. К моменту закрытия получилось так, что у нас лендер, банк, который делал ипотечное кредитование для ребят, стали придираться к некоторым моментам. В итоге мы отказались от их услуг. Это был банк от застройщика. И мы нашли другой банк, с которым мы, по сути, получили добро на закрытие практически 5 дней. 5 дней, за неделю, даже недели не было, потому что они уже были готовы, то есть они сказали нам, что да, все отлично, вы подходите, то есть все хорошо, мы предоставили документы с ребятами, то есть все очень понравилось. Так что иногда не нужно отчаиваться, если отказывает один человек или один банк, всегда есть второй, который точно, возможно, возьмет вас. Или, скажем так, при правильном подходе и правильной подаче документов точно все получится. И вот, по сути, мы закрылись 10 дней со вторым банком, немножечко отложили наше закрытие на несколько, буквально, получать на полторы недели, где не получилось у нас. Вот, на две недели мы отложили закрытие, но при этом мы закрылись. Полторы недели тяжелых ожиданий, да, таких? Ну, было, да, были слезы. А, даже были слезы? Были слезы. Все пропало, да? Потому что очень хотелось этот дом, на самом деле, это, говоря, дом не очень. Мечты, да, вот каждый человек хочет найти. И вот мы и понашли, на самом деле, это то, что мы хотели, мы искали. Даже, наверное, больше, чем был, чем был, да? Это замечательно. Ну, вот, таким уменьшим. Это очень важно. На самом деле, расположение очень хорошее. Здесь рядом находится великолепная плаза с магазинами, причем она очень большая, хорошая. Ресторанов очень много. Школы. Здесь хорошие частные школы ряда. Ну, здесь хорошее сообщение дорог, развилки очень хорошие. Район развивающийся. Очень много приезжает семей с детками. То есть, район для именно семей с детками и готовится. То есть, здесь очень много всего интересного. Здесь проходит трейл такой. Это такая велосипедная беговая дорожка. Одна из больших здесь, именно в Большом Орландо. Кто любит заниматься видами спорта, как велосипед, там ролики, что там еще скидка. Замечательно. То есть, это очень близко, да. Здесь это очень близко. Здесь, причем ты проезжаешь мимо красивых многовековых таких дубов, деревьев. То есть, такая природа. Здесь здесь все на природе очень сильно. Акцент такой сделан. Так что, дом находится в очень правильном месте. Думаю, он точно замечательный. Еще раз, еще устроится. Еще немножко его достраивают. Но здесь у ребят хороший очень именно сам лот, который мы выбрали им земли, где построили дом. Наискосовый буквально бассейн для общего пользования. С детской площадкой. С детской площадкой. Небольшой клабхаус, где есть просто место для удобства актуалет, например, умывальник. Поэтому это очень удобно практически. То есть, бассейна нет в этом доме, но он есть через дорогу. Так что... Это даже плюс. Это большое дело, да. Потому что они не платят за обслуживание своего собственного бассейна. А общий бассейн входит в условия именно H-OA, этого комьюнити, где они находятся. За это платят все домовладельцы. Сколько здесь, кстати, H-OA? 105 долларов, 105 долларов в месяц H-OA. Налоги, мы предполагаем, будут в районе где-то 5000 в год, приблизительно мы предполагаем. Первый год он очень маленький, где-то 2500, потому что налог только на землю идет, а уже со второго года будет учитываться построенный дом на этой земле. Так что... Мы счастливые обладатели? Вы счастливые обладатели. Ура! Да! Да-да-да-да-да. Да, я очень рада за ребят, потому что оно немножко было стрессово, но интуитивно я знала, что этот день будет у нас, он наступит. Ребята будут иметь ключики, заверные, которые все-все-все хотят получить всегда. И, видите, мужу кем шампанское здесь. Так что... Салют! Салют, да. Я всем желаю именно вот такого дня, потому что мечтают остальное мы все. Я не думаю, что есть люди, которые не хотели бы иметь свой красивый дом, который был бы именно их. Мечты сбываются. Мечты сбываются? Да-да-да. Чирс! Можно услышать, но фэншуй это очень хорошо. Очень хорошо, согласна. Вы верите в фэншуй? Мы верим. Мечты сбываются и говорят, что когда рядом с вами бассейн, детские голоса, школа, детская площадка, детские сады, детские голоса звенящие, это очень хорошо для вашего дома, где вы живете. Для семьи в целом это хорошо. Да, да. Может быть, вы в это не верите, но на самом деле это работает. Я уже проверила на многих клиентах. Так вот, через озеро, вот там находятся две школы, как раз, но вот там ничего больше построено не будет, все, что вы видите, так оно и останется. Добы вот эти, которые уже растут давным-давно здесь, созерцово, то есть немножечко они сейчас это все еще больше облагородят, потому что уже дома завершают строительство. Вот рядом дом еще завершают его строить, поэтому мы видим еще черное такое ограждение перед озером, чтобы в озеро не падало никакой грязи. То есть здесь все очень, застройщик правильно делает, потому что должно быть красиво, конечно, после того, как они завершат строительство дома и красиво. То есть такое ощущение, что как будто бы этот домик всегда стоял, видите, уже травка растет, уже зеленеет, она уже принялась, костики посадили. Здесь магнолия, красивое дерево, красивое дерево пальму посадили перед домом. То есть ландшафтный дизайн застройщик тоже делает, все это есть. А газоны кто будет стричь? Газон – это ответственность владельца дома. А, каждый день. То есть либо они это делают сами, либо они нанимают компанию, которая будет приезжать им делать это. Ну, обычно делают каждые пару недель, если очень дождливо, каждую неделю могут приезжать и косить. А заборы здесь будут? Здесь можно ставить забор такой железный, вот вдали можешь приблизить, вот там есть школа, и там виден такой железный черный забор через озеро. Вот такого типа забор можно ставить здесь, то есть чтобы это не загараживало вид, конечно же, ни соседям, ни вам, но вы можете при этом иметь такой вот забор. Для этого нужно будет получить специальное разрешение у Каунти, в нашей провинции, и с разрешения, пожалуйста, ставьте его за свой счет уже только, конечно. Конечно. Илона хотела рассказать нам что-то интересное. Как выбирали? Про школу мы говорили. Школа здесь замечательная, две новые школы. Одна тут middle школа, и она в инфрии. Младшая и средняя школа, получается. Илона года 3 или 4. Выглядят они очень симпатично, очень милые, новые. Middle считается одна из лучших школ в районе. Я хотела рассказать о том, как происходил у нас выбор материалов для нашего дома. Это было очень веселый и интересный экспирс. И она покажет даже, потому что это будет всегда интересно, потому что застройщикам всегда каждый покупатель проходит через так называемую дизайн-студию, где им дается выбор для тебя, где им дается... Они могут выбрать все, что они хотят, потому что застройщик дает определенный пакет того, что... Базовый пакет, который входит в этот дом. Но если будущий домовладелец имеет другой вкус, хотят что-то другое, конечно же, они делают выбор. Иногда застройщик мотивирует и дает какую-то даже сумму денег, которые они говорят, мы вот на эту сумму денег вам оплатим все, что вы довыбираете. Ну, а все оставшиеся уже доплачивают сами домовладельцы. То есть мы, когда мы выбирали, мы выбирали 50 тысяч. Что, нельзя? По-моему, 20 тысяч, они покрывали нам. И 30 было попалки на ваших. То есть в сумме где-то было 50 тысяч дополнительно долларов выбрано обновлений для этого дома. 20 тысяч покрыл застройщик, и вот эти ребята дотлачивали уже сами, соответственно. Мы для этого, мы для выбора нашего интерьера потратили где-то 2-3 дня мы выходили в офисе. Мы 2 дня возвращались, сидели в офисе, скажем, наверное, от застройщика. Да, дизайнский офисе от застройщика. Мы сделали наше новое задание, мы все подготовили, как мы хотели. И вот она приехала с массой фотографий, картинок, приблизительных видов того, что она хочет для них в своем доме. Да, это было бы я четко было. Плоть до плиточка-елочка, белая кухня. Как даже ручки должны у нее быть расположены. Как она хочет в ванной. То есть у нее все-все было. Она приехала очень подготовленная. То есть это великолепный покупатель, который... И в полноутом, да. Они практически нам ничего не помогали. Да, она знала, что она хотела. И можно было только показать пальцем, где она находится и составить. На самом деле это очень приятно. Ну, покажите, Илон, покажите, что именно выбирали. Что конкретно выбирали, мы выбирали белую кухню. Мы выбирали у нас был апгрейд самого пакета бытовой техники. Пакет называется gourmet kitchen. То есть, когда идет двойная духовка, встроенная техника идет бытовая. Это апгрейд. До этого мы платили достаточно хорошую сумму денег, я помню. Прям один из больших был. Вытяжка идет, причем вытяжка у вас идет наружу. Вытяжка наружу, да. Если брать базовый пакет, вытяжка идет в микроволновке. Микроволновка, она вешается вот сюда, не получается, вытяжки нет. Вытяжка имеет микроволновку. Наоборот, микроволновка, нет вытяжку. Даже вот эти стеклочки, сверка, на поле стекла, это было выбрано. Гранит, кстати, был выбран стандартным. Гранит был выбран стандартным. То есть, гранит был выбран стандартным. Но очень красивый. В базу входил. Илона в будущем хочет это заменить на белый кварт. Она хочет заменить, да, потому что ей нравится белая кухня, белый кварт. То есть в будущем. Но в итоге вышло очень даже симпатично. Да, очень. Даже с черным гранитом. На контрасте очень хорошо. Возможно, и не будет даже делать. Да, да. Я не знаю. Нет, очень хороший гранит. Мне нравится. Опять же, плитка. Была выбрана плитка. Здесь в виде ковролин должен быть только плитка на кухне. Но была бы обычная абсолютно базовая плитка. Также они сделали дополнительно. Они сделали дополнительно. Это розетки. То есть когда у вас стоят диваны. И вы ставите столики, лампы. Чтобы шнуры нигде у вас через от стены не тянулись. Это очень удобно. Вот это все тоже заказывается отдельно, да? Да. Это уже была часть Евгения, супруга Илоны. Как раз он был за это ответственен. Это было то, что он заказывал. Как конкретно, что специфически нужно для его семьи. То есть все эти выводы на телевизор, на интернет и так далее. Все это оговаривается с билдером, да? Вот это специально проведена здесь труба. Она внутрь зашита, чтобы телевизор можно было вешать. И ничего не было на стене. Поэтому вот выход сюда. Все, кто тут смотрит. Проводов, да. Дополнительно был заказан дополнительный ламп света. По всему другому мы это выбрали. Вот этот точечный свет дополнительно был заказан. Также были заказаны колоночки. То есть здесь можно включать и не включать. Да, мы тоже не знали. А где включаются? Вот, наверное, вот здесь. Нет, это не масло. Так, нам надо жеть. Давайте пробовать. Надо вообще-то включить. Стандартные потолки немножко получаются. Из меня, это тоже. Они сделаны вот эти выемки. Вот это такая выемка в каждой части дома здесь. Смотрите, как красиво здесь сделано с подсветкой. Челюсты нужно повесить. Очень красиво, да. Опять же, вот здесь в входе. Здесь тоже вот эти все выемочки. Тоже это все было заказано, сделано. Это получается парадная столовая и вход. Здесь в Берии были сделаны заказы французские, потому что это будет предназначена комната для офиса. Поэтому красиво нет. В оригинале, в оригинале это был Оливин Круг, на самом деле. Ага, понятно. Это был Оливин Круг и здесь не было стен. Да. Правильно сделали, что жало, правильно. Как-то обычный зал какой-нибудь был. Мы добавили, они добавили стены, а также у нас здесь есть двери. И сделали с него офис. Это правильно. Начинаем. Потом мы здесь, здесь шли восьмерки в двери или мы их специалисты? Это блокеры. Да, мы не заказывали. В двери, мне нужно собрать внимание, все двери в этом доме, они все 8 фит. То есть видите, какие высокие. То есть нестандартные. Это нестандартные двери, да. То есть за это тоже платили ребята деньги дополнительные. Ну здесь все обычно, то есть ковролин. Вот если бы они не выбрали плитку по всему, именно главной зоне дома, был бы ковролин везде, но здесь они это заменят в будущем потом на деревянные полы. Сейчас пока чистый ковролин, нормально тоже, хорошо. Здесь два кондиционера. То есть две зоны кондиционера, у меня охлаждение дома и отопление дома, что очень удобно. И они тихие, я слышу, что они тихие. Сейчас делают кондиционеры, системы очень тихие, абсолютно не шумятые. Ванны, Илона, похвастаетесь здесь? Да. Ванны. Ванны, хозяйская ванна. Мы очень хотели, чтобы ее было в ванной. Очень много в данных. Деньги обычно распределяются на кухню, на полы и на ванны. Вот как раз сейчас мы покажем, что это в хозяйской ванной. Плиточка на полу была заказана. То есть сюда пришла совершенно другая плитка. Белый кварц был заказан. Белый кварц, это было дополнение. В душевой, вот все, что плиточка. Очень просторная, да, кстати, душевая. И есть причем вот такая скамеечка, что очень удобно, как правило, и для женщины. Ну, поставить что-то даже. Вся вот эта плиточка, это все было заказано. Вот эта рама, она идет без, вернее, стекло идет без рамы. То есть это то, что тоже было заказано специально. Да, в оригинале там. В оригинале идет с рамой металлической. Это очень некрасиво смотрится. А вот это, то есть такое ощущение, что она прозрачно издает. То есть очень современно, очень красиво. Опять же, белые кабинеты были здесь заказаны. Белый кварц. Илоночка, вот, нужно нам сказать, чтобы они здесь сделали. Да, я еще сделала. Так, сфотографировать, отослать. Кстати, у ребят есть целый год. Все, что они находят, все, что неправильно сделано. Или вот, например, вот здесь я сейчас только что заметила. Они, что там, деревянные кусочки. Вот он такой покоцан немножко. То есть это то, что можно сказать застройщику. Они придут, это перекрасят, сделают. Не могут перекрасить, они поменяют. Ну, здесь большая просторная гардеробная, конечно же. Пересадили дерево, пересадили дерево уже. Да, тона, белые. Ей это было очень важно. Да, важно. А, раковины, кстати, это тоже за то, что они платили. Вот такие вот прямоугольные раковины. Колор, это наша хорошая американская такой бренд. Кранов, раковин, ванных. Это очень здесь популярно. Туалеты они делают, унитазы. Биде они делают. То есть такая наша очень популярная. Это медицинский кабинет, куда очень удобно ставить косметику и все, что угодно. Называется он медицинский кабинет здесь. То есть такой красивый, дополнительный. Так, а цену этого дома ты скажешь? За этот дом, этот дом мы купили за 470 с копейками. То есть он нам обошелся чуть меньше полмиллиона долларов. Совсем всем, что вы видите здесь, включая землю. За землю была дополнительная цена затланчена с видом на эту область. Так что... То есть земля тоже выкупается под домом. Да, конечно, да. Мы выбирали этот лот. Этот лот имел свою цену с этим видом. Соответственно, Илона, сколько? 40 тысяч мы платили за этот лот? 23 тысячи. 23 тысячи этот стоил лот земли. 40 тысяч это вот там уже. Еще они кто, которые подопустили. 40 тысяч вот они, по-моему, вот там, на той стороне озера. 23 они платили за эту землю. Плюс дом, базовая цена дома. И плюс все то, что они набирали здесь дополнительно. Вот эта дверь тоже была здесь переделана. Сюда сделана из хозяйской спальни, чтобы удобно было выходить на улицу. Также у них проведен газ. Если посмотреть на противоположную стену. Барбекю, да? Да, где можно сделать газовое барбекю. То есть все-все проведено. Также раковину можно поставить. То есть все-все там уже есть. Все готово. Ну и вот второй, вторая зона для кондиционера. То есть где они могут регулять. Итак, еще раз с Новоселем поздравляем. Счастливых обладателей этого нового, красивого, роскошного дома. Желаем счастья. Желаем много денег, много удачи. И, Алена, еще скажи что-то от себя. Ну, наверное, самое важное, когда мы покупаем на постройку. Первый год самый важный. Когда вы живете здесь, вы обязательно должны наблюдать, как дом себя ведет. Если что-то было поломано, нашли какие-то трещины, что-то недоделано. Все это говорится застройщику. Застройщик приходит, обязательно это все ремонтирует. У вас для этого есть целый год наблюдать за своим домом. Потом у вас есть гарантия, конечно, на водовую технику, гарантия на кондиционеры, гарантия на крышу. Это уже отдельная гарантия. Они там идут 10 лет. А некоторые пожизненные? А некоторые пожизненные гарантии даже имеют, да. Но вот самый первый год, это все в этом доме. Все, что бы ни случилось, застройщик придет и вам отремонтирует, сделает, переделает, перекрасит, перемажет, замажет. Поменяет, если это нужно. Так что имейте это в виду. Ну, и всем нового дома. Всем пока. Пока. Счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok